Продолжаю знакомить вас с инструкциями процессора Intel и сегодня рассказ об инструкции AAD. Кроме основного назначения, эту инструкцию можно также применять нестандартно, так скажем. И об этом я тоже сегодня расскажу. Но сначала основное назначение, синтаксис инструкции простой, у этой команды нет оперантов. И эта инструкция подготавливает два BCD-значения для деления. Флаги ZF, SF и PF изменяются в зависимости от результата выполнения команды, а остальные флаги имеют неопределенное состояние и анализировать их нет смысла. Алгоритм работы команды такой. Сначала значение регистра AH мы умножаем на 10 и прибавляем к результату значение регистра AL и все это записываем в регистр AL. А регистр AH после этого обнуляем. Вот так эта команда работает. Несколько пояснений. Команда, как я уже сказал, преобразует неупакованное двоично-десятичное число, которое находится в регистре АХ, в десятичное значение. Делается это таким образом и для того, чтобы последующее деление привело к десятичному результату. То есть, если вам надо BCD-число разделить на десятичное значение, то, соответственно, это число вам надо сначала преобразовать в десятичное, а потом уже выполнить десятичное деление. Команда AAD может использоваться с любой системой счисления. В принципе, машинный код этой команды D5-0A в 16-ти ричном значении, конечно. То есть, эта команда занимает 2 байта, D5-это код команды, а вот 0A здесь может быть любое, в принципе, число. Ну, как вы понимаете, A или A это число 10. И если вы вспомните алгоритм, там выполняется умножение значения регистра AH именно на число 10. И если это число заменить, допустим, поставить 5, то, соответственно, умножение будет выполняться на число 5, а не на 10. И таким образом, эту команду можно использовать для умножения. Ну, почитайте еще то, что вы видите на экране. Я, в принципе, об этом уже все рассказал. А сейчас, наверное, будем переходить к примеру. Итак, вот такой исходный код. То есть, что мы здесь делаем? Здесь мы в регистре АХ записываем число в BCD формате. То есть, в регистре AH у нас будет значение 3, а в регистре AL значение 7. Но, как видите, в 16-ти ричной системе. Затем мы выполняем команду AAD и выполняется преобразование по описанному выше алгоритму. И в итоге мы в регистре АХ получаем число 25 в 16-ти ричной системе. Ну, а в десятичной это 37. То есть, видите, вот это троечка. И вот это семерка. То есть, мы преобразовали формат BCD в десятичное число, по сути. Теперь мы можем наше преобразованное число разделить на любое десятичное число. Ну, к примеру, мы делим на число 5 и получаем число 7 с остатком 2. А здесь уже мы делаем умножение. То есть, сначала мы в память записываем множитель. Ну, допустим, это число 2. Затем подготавливаем регистр АХ. Ну, в частности, поскольку регистр AH умножается на множитель. То мы в регистр AH записываем число 3. И вот здесь выполняем вот эту команду. И она, по сути, выполняет умножение. И в регистре AL после этого будет 3 на 2 умноженное. То есть, будет число 6. Основная сложность здесь заключается в том, как определить адрес, куда записывать вот этот множитель. Ну, здесь он у меня уже вычислен определен. Но вот в вашей программе он может быть другим, если она будет другая. Как это определяется? Программа у нас начинается с сотого адреса. Сегмент записан в регистре DS. А смещение, оно определено директивой ORG. И оно равно 100 в 16-ти ричной системе. Смещение мы знаем. Осталось нам посчитать смещение. Вот этого нашего самого байта. Начинаем считать от 100. И можно посчитать просто по количеству инструкций. То есть, зная, сколько байтов каждая инструкция в памяти занимает, можно вычислить этот адрес. Но, поскольку у нас есть такой волшебный эмулятор, мы поступим проще. Мы просто посмотрим. Посмотрим память и посмотрим, где у нас находится этот адрес. Итак, чтобы посмотреть содержимое памяти, и прошу прощения за долгое молчание, пока я тут двигал эти окошки. Вот у нас здесь есть пункт меню Memory. Соответственно, мы открываем его и видим память, которую занимает наша программа. Вот она отсюда начинается с сотого адреса. Это первая инструкция. И давайте посмотрим исходный код. Вот у нас первая команда AID. Как мы помним, ее код D5. Вот он, адрес первой команды. А вот он, адрес второго байта этой команды. Как видите, он здесь 0A, то есть 10. Соответственно, здесь на 10 будет выполняться умножение регистра AH. Ищем дальше нашу команду, уже вот эту, следующую. Соответственно, вот она, D5. И вот он, этот байт, который нам надо изменить. То есть, вот сюда нам надо записать число 2, если мы хотим умножить на 2. Соответственно, вот она адресация. То есть, вот это 110-й байт, это 111-й, это 112-й, а это 113-й. И, соответственно, в исходном коде, вот как вы видите, вот сюда мы и записываем. Но, напоминаю, все в 16-ти речной системе. Так, ну и давайте прогоним. Так, сейчас как бы еще эти окошки так скомпоновать, чтобы все было видно. Ну, или не все, но хотя бы что-то было видно. Так. 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 Так вот как-нибудь сделаем. Так, ну все равно не видно, да? Ну вот, вот сюда вот. Да, более-менее видно. И теперь прогоним программу в пошаговом режиме. То есть, сначала мы записываем значение в регистр АХ, 0307, как вы помните. Затем, следующий шаг. На следующем шаге как раз мы выполнили нашу команду AAD. И, как видите, в регистре AL появилось число 25. Следующим шагом мы записываем в BL05. Ну, на это число мы будем делить. Далее мы выполняем деление. Ну, в принципе, тут все понятно, объяснимо. Теперь наблюдайте вот за этим числом. То есть, видите, здесь D5, здесь 0A. Сейчас мы будем записывать в память число 2. Вот сюда мы будем записывать число 2. Как видите, оно записалось. Ну, я тут немножко нажал полное выполнение, прошу прощения. Давайте еще раз прогоним в пошаговом, чтобы все было понятно. Вот, записалось число 2. И сейчас вот эта команда, следующая, которая будет выполняться AAD, она работает, как и работала. Просто мы поменяли множитель и будем использовать ее нестандартно. То есть, для умножения. И, как видите, сначала мы записываем в AX3, а здесь уже 2. И вот это значение регистра AH3 будет умножено на множитель 2. И вот здесь в AL будет 6. Ну, и, как видите, все так оно и произошло. Ну, вот, в принципе, все. Так, немножко как-то сумбурно у меня получилось. Но, думаю, что имеющие уши да услышит. То есть, главное, я донес. Ну, еще скажу, почему AAD. Это сокращение от ASCII Adjusted Before Division. То есть, ASCII Коррекция Перед Делением. Вот. Ну, на всякий случай, если кто-то что-то пропустил, можете почитать статью, которая находится под этим видео. Если на YouTube смотрите, то ссылка есть под видео также на эту статью. А я заканчиваю на сегодня. Пока.